МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 15 лет колонии строгого режима за 86 ножевых ранений. Омский областной суд вынес приговор 21-летнему Амичу, который убил девушку-инвалида. Жуткая история произошла в августе 2021 года. Погибшая устроила у себя дома вечеринку. Молодые люди распивали спиртное. После девушка-инвалид и ее бывший ухажер планировали продолжить вечер. Однако ничего не вышло. Разъяренный молодой человек не оценил шутку возлюбленной по этому поводу и нанес ей более 80 ранений. Сначала ножом, затем вилкой и штопором. Из-за полученных травм Амичка умерла. Фигурант уголовного дела сбежал, но вскоре вернулся на место преступления. Украл из квартиры 10 тысяч рублей, а после сам сдался полиции. Парня признали виновным по двум статьям – кража и убийство с особой жестокостью человека в беспомощном состоянии. Суд назначил ему наказание 15 лет 4 месяца колонии, а также обязал выплатить компенсацию 2 миллиона рублей семье убитой. Под юбилейным мостом в центре Омска всплыл труп мужчины. На минувших выходных в реке Омь напротив дома номер 3 по улице Лермонтова обнаружили утопленника. На месте оказался сотрудник редакции телеканала Омск ТВ. В полиции удалось узнать подробности. Погибший 35-летний мужчина проживал недалеко от места смерти. Труп без внешних признаков насильственной смерти направлен в морг для установления причины смерти. Проверка по данному факту продолжается. Сбор пыльцы в пик сезона для пчел из Таврического района на этот раз оказался губительным. Вместо заполненных сот пчеловоды наутро обнаружили в домиках сотни погибших насекомых. Что творится, ***? Разве можно вот это так? Это беспредел кончится. Что ты будешь делать, а? Ущерб серьезный. Стоимость одной пчелиной семьи около 4 тысяч рублей. А пострадали десятки, уверяют местные пчеловоды. Люди считают, виноваты недобросовестные сельхозпроизводители, которые накануне опыляли свои поля пестицидами повышенного класса опасности. Медоносовая трава, горох, например, рапс, пчела туда идет на цветок. Ну и все. Они тут какую-то гусеницу травят и попутно убивают пчелу. Поэтому какие-то же должны нормы существовать, чтобы опылять другим, чтобы другое не губить. Я так думаю. Обработка полей действительно должна вестись по правилам. Но сельхозпроизводители пока могут самостоятельно определять, химикаты какого класса опасности использовать. Чаще всего речь идет о самых экономически выгодных, но губительных для пчел вариантах в первом и втором классе, говорят специалисты регионального Россельхознадзора. О предстоящей обработке пестицидами фермеры обязаны заранее информировать пчеловодов, чтобы те успели подготовиться и не отправлять насекомых на верную гибель. Однако делают это далеко не все. В нынешнем году предостережения получили около ста хозяйствующих субъектов по всей области. Больше всего нарушителей выявлено в Калачинском и Кормиловском районах. То, что касается Таврического района, несмотря на проводимые мероприятия со стороны Россельхознадзора и Министерства сельского хозяйства и продовольствия, в том числе проводились выездные совещания со стороны Россельхознадзора и по инициативе встречи с сельхозяйственными товаропроизводителями. К сожалению, у нас только два предприятия на территории Таврического района публиковало свои сведения о предстоящих обработках. И все эти две публикации были с нарушениями. Евгений Гоман уверен, в массовой гибели пчел зачастую виноваты не только сельхозпроизводители, но и сами пчеловоды. Одни вовремя не информируют о предстоящей обработке, другие не пытаются о ней узнать. Чаще всего в результате страдают личные подсобные хозяйства, где производится мед, как говорится, для своих. Владельцы крупных пасек лишний раз не рискуют и взаимодействуют с соседями аграриями напрямую. Как пчеловодам, так и организациям нашим сельхозяйственным было рекомендовано наладить взаимодействие между собой. На территории Омской области сейчас создается реестр всех пчеловодческих хозяйств. И более я хочу добавить, что с 1 июля запускается в действие федеральная государственная информационная система, которая получила название «Сатурн». Она как раз призвана обеспечить прослеживаемость пестицидов и агрохимикатов на всех стадиях их оборота. Все сельхозпроизводители обязаны будут вносить туда информацию о предстоящей обработке полей. Пчеловоды, только официально зарегистрированные, смогут оперативно получать информацию об этом через портал госуслуг. Собственники любительских пчеловодств в систему зайти не смогут, а значит рискуют остаться и без полосатых трудяк, и без меда. Единственный способ обезопасить хозяйство – регистрация по всем правилам. И тут уже стоит вопрос выбора – работать в темную, опасаясь последствий, или официально открыть ИП, оплатить налоги, но не бояться, что однажды останешься у разбитого корыта, точнее у пустых ульев. 430-й маршрут уходит с омских дорог. Об этом сообщают в Департаменте транспорта. Причина неисполнения перевозчиками условий договора, а именно пункта о замене транспорта на автобусы совместимостью более 80 человек. Договоры расторгнут уже 30 июня. Напомним, этот маршрут пока перевозят омичей с остановки улица Труда до третьего разъезда. Как отмечают в мэрии, сейчас поездка от Труда до Омской возможно с одной пересадкой на Думской или на Театральной площади. На транспорте под номерами 59, 386, 399 и 12. В Государственном совете предложили зафиксировать стоимость газового топлива. Если льготу установят, ею смогут воспользоваться городские и междугородние перевозчики. Мера позволит не только сэкономить на топливе, но и увеличить долю экотранспорта. С инициативой выступила рабочая группа по энергоэффективности. Как отмечают авторы предложения, компании, которые заключат контракты с региональными властями и согласятся на заморозку цен, смогут рассчитывать на субсидии из бюджетов. Отметим, сейчас газ стоит в среднем 35 рублей за килограмм по стране. За последние два года наблюдается рост цены практически в полтора раза. В Минэнерго России уверяют, что на рынке обеспечивается баланс спроса и предложения. Таким образом, один килограмм природного топлива стоит дешевле, чем литр дизеля. Поэтому пока необходимости в регулировании и сдерживании цен нет. Так считают в ведомстве. Напомним, два года назад заработала спецпрограмма по переводу авто на газомоторное топливо. Россияне могут заплатить лишь 10% от общей стоимости переоборудования. Достраивать новый корпус ОМГУ могут начать в августе. Сдать объект в эксплуатацию должны в 2024 году. Процесс выделения дополнительных средств на строительство затянулся. Об этом сообщил завкафедрой государственного и муниципального права юридического факультета ОМГУ Александр Костюков в интервью трамплину. Сейчас на достройку получен 151 миллион рублей. Вузу необходимо оперативно подготовить аукционы. Ожидается, что до начала июля все соглашения между Миноборнаукой и университетом будут подписаны. А значит, будет и финансирование. Если заминок не возникнет, то строительство возобновят уже в августе. Костюков отметил, ВУЗ также получит дополнительные 139 миллионов на покупку оборудования. Однако требуется еще 70 миллионов рублей, чтобы исправить недочеты предыдущего подрядчика. Подписано еще одно соглашение о меценатстве. На призыв главы города помочь омским школам откликнулся Олег Неверов. Учредитель компании «Продтехнологии» торговой марки «Холодушка». Он безвозмездно окажет поддержку лицею номер 74. Документы о взаимодействии подписали мэр Сергей Шелест, директор образовательного учреждения на Левобережье и сам бизнесмен. Мы любим наш город, мы живем в нашем городе. Мы, конечно же, хотим, чтобы он был еще краше, красивее, удобнее и комфортнее для всех жителей, в том числе для учащихся школ. И поэтому наша торговая марка с удовольствием откликнулась на призыв мэра нашего предпринимательскому сообществу помочь в обустройстве, благоустройстве и ремонте школ. Нами было выбрано 74-я школа, так и мы рядом тут живем. Я живу, дети наши сотрудники входят в эту школу, мои племянники входят в эту школу. Поэтому мы сегодня подписали партнерское соглашение, будем помогать, ремонтировать. Фронт работ уже обозначен. Здесь предстоит заменить окна, отремонтировать крышу, организовать входную группу. В планы входит и ремонт спортивного зала. Ожидается, что большую часть задач выполнят до 1 сентября этого года. Я очень благодарен таким меценатам. И администрация города со своей стороны также будет максимально стараться стараться помогать и в этих проектах, но и если есть какие-то другие. Причем мне очень приятно, что у компании «Холодушка», у нее есть еще абсолютно безвозмездные проекты для города. Это фонтан в парке «30 лет в ЛКСН», который прекрасно работает и радует омечей. Хотелось бы, чтобы таких компаний, конечно, в городе в Омске было больше. Сейчас в Омске благодаря меценатам ведется ремонт пяти образовательных учреждений. В лицей номер 74 бригада зайдет уже в ближайшее время. Сергей Шелест отметил, что продолжит работу по привлечению предприятий к благоустройству городских школ. Участники команды КВН «Союз» Айдар Гараев и Виктор Щитков появились на сцене, как и полагается, ведущим молодежного музыкального марафона. Под мощный бит и грохот аплодисментов. Они, наверное, главные музыкальные критики современного российского ТВ. Попасть в их шоу не в качестве гостя, а в качестве мишени для колкого юмора боятся многие музыканты. Правда, судя по словам шоуменов, доморощенные артисты в последнее время стали подходить к творчеству куда серьезнее и все чаще радуют качеством песен. У меня вообще такое ощущение, что с тех времен, как мы начали заниматься студией «Союз» поиском вот этого контента, который на просторах Ютуба лежит, где люди делают то, что вы видели в нашей передаче, то сейчас качество как будто бы очень сильно возросло. Сейчас даже, ну не знаю, любой человек, сидя вот в той квартире вот здесь напротив, в доме, он может спокойно, обладая какими-то приложениями, сделать что-то качественное. И больше качественное появилось. Это круто. Ну, я согласен, да, что это стало гораздо больше, и этим можно заниматься практически любой. Как Билли Айлиш написала свой хит под одеялом. Послушать тех, кто пока уступает Билли Айлиш разве что по количеству Грэмми и побед в мировых чартах, на Соборную площадь пришло около 70 тысяч человек. Многих, например, привлек драйв хард-рока. А кто-то пришел на звуки забойных ретро-хитов, поп-музыки и рэпа. Поп-обок стояли любители эстетики джаза и таинственного, даже дикого фолка. В рамках четырехчасового марафона место нашлось всем направлениям. Музыка – это чувство. Музыка – это то, что нас наполняет и делает счастливее. Да, я абсолютно согласна, и добавить, наверное, нечего. Мы поддерживаем друзей, которые будут сегодня выступать. Ну и посмотреть, конечно, самых крутых молодых и взволнителей, которые ради этого дня приехали к нам в город Омск. Люся Чеботина и группа «Добро». Ближе к финалу праздника пришло время для главных выступлений. Хедлайнером Люси Чеботиной и группе «Добро» подпевала вся многотысячная толпа. Марафон на Соборной площади наглядно показал – музыка объединяет поколения. А молодость – это вообще не про возраст. Конечно же, это состояние души. Это состояние души, да. Здесь физический возраст не сильно важен. Немного цифр. Воскресным вечером центр Омска освещали плазменные экраны, занимавшие в сумме больше 300 квадратных метров, а еще больше 100 лазерных и световых установок. Звуковая аппаратура мощностью 80 киловатт выдавала плотную волну, бившую далеко за пределы Соборной площади. Ну а яркую точку в праздновании Дня молодежи поставил 15-минутный салют. Летняя жара и экипировка весом 20 килограммов. Омские огнеборцы вышли на старт экстремальных состязаний «Пожарный Олимп». Мероприятие традиционное. В этом году на дистанции в 70 метров участники выполняли одно за другим силовые упражнения в полном боевом обмундировании. Бег с змейкой в дыхательных аппаратах, жим покрышки от грузовика, вскрытие металлической двери, эвакуация условного пострадавшего. Все, как в жизни, отметили в региональном МЧС. Победители областного этапа представят Умск на состязаниях в Москве.